Все воспитанники школы-интерната сейчас разъехались по домам, но работники учебного заведения не сидят без дела. Каждый день, начиная с 28 марта, женская часть коллектива занимается пошивом масок. Всего на производстве задействовано 37 человек, трудящихся в мастерских школах. Здесь есть все необходимое для производства масок, ведь в учебное время воспитанницы обучаются тут швейному делу. С 8 утра и до 3 часов кипит работа. Кто-то крыет ткань, кто-то работает на швейной машинке, а кто-то распаривает маски утюгом. Сначала, когда первые дни начинали, 28-29 марта, это были выходные дни, шили по 100 штук, а потом мы стали шить по 300 штук. Сейчас вот два дня мы уже сдали готовые продукции по 400 штук. Шить маску способен любой, кто владеет швейной машинкой. Многие у стюжанки наверняка хотели бы сами обеспечить членов своих семей средствами защиты. Швей из школы-интерната покажут вам, как можно их шить. Берем заготовочку, складываем лицевой стороной вниз, затем укладываем резиночку таким образом, чтобы можно было прошить внутри. Все выравниваем. Обязательно делаю закрепку, чтобы резинка крепче держалась. Дошиваю немножко не до конца и резинку, второй кончик беру и вставляю так, чтобы примерно сантиметр остался на шов. Также делаю закрепку, чтобы резинка была плотная. Затем поворачиваю, делаю как бы кармашек, чтобы проще вывернуть, чтобы аккуратно все получилось. Дошиваю примерно до середины. И тоже делаю закрепку. Выворачиваю на лицовую. Все выравниваю. Здесь, который остался, остаточек, также выравниваю. И отправляю на утюг. А уже проутюжную маску необходимо еще раз прострочить по каждому краю, чтобы швы не разошлись. Маска готова. Еще одной организацией, сменившей свой профиль, стал Великоусевский культурно-досуговый центр. Здесь мастерицы, ранее шившие концертные и народные костюмы, сейчас трудятся над изготовлением масок. Занимаясь привычным для них трудом, они также добиваются отличных результатов. От Великоусевского культурно-досугового центра на пошиве масок задействовано 11 человек. Все они специалисты. Пошивом мы занимаемся уже на протяжении двух недель. И ежедневно мы сдаем около 500 масок. Все необходимые для изготовления масок материалы, ткани, иглы и резинки предоставляются районными властями. А готовая продукция отправляется в помощь тем, кто сейчас подвергается наибольшему риску. Волонтерам, участникам мобильных бригад, сотрудникам полиции и МЧС. Максим Тятов, Антон Краев, телеканал Русский Север.